Привет, друзья! Сегодня мы будем с вами готовить очень простой и очень легкий тортик приготовления. И в принципе, этот тортик очень нежный. Этот тортик называется Снежок. Он вокруг вот такой вот нежный и пушистенький. Режется также легко, он очень воздушный. Мы с этим тортиком ездили в гости к бабушке, ей тоже очень понравилось. И, собственно, все гости тоже оценили. Тортик действительно очень пропитанный и очень нежный получается. Вот такой вот он в разрезе. Внутрь туда можно добавить еще какие-то фрукты. Конечно, лучше использовать какие-то светлые фрукты, чтобы действительно было похоже на снежок. Давайте приготовим с вами очень воздушный и очень красивый бисквит. Для начала белки взбиваем со щепоткой соли до появления легкой пены. И затем добавляем к ним сахар и взбиваем до растворения сахара. После того, как сахар растворился, добавляем к белкам желтки. Буквально пару раз мы перемешиваем с желтками и получается вот такая вот у нас белковая сахарная масса. Добавляем просеянную сюда муку и перемешиваем ложкой, лопаткой снизу вверх. Осторожно, до полного растворения муки в общем объеме теста. Чтобы не было никаких у нас комочков белых. Получается вот такое вот стабильное тесто. Оно абсолютно не должно у вас плыть. Оно не текучее и очень воздушное. Вот такое красивое тесто. Тесто будем перекладывать в форму. Форма у меня выстелена пергаментной бумагой и по бокам тоже. Форма расставлена у меня на 22 сантиметра в диаметре. Распределяем по кольцу. Затем отправляем наш бисквит в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Конечно, все зависит от вашей духовки, но печется где-то около 40 минут. Пробуйте на сухую шпажку, и чтобы у вас вершок красиво поджарился. Затем бисквит нужно полностью остудить. Если есть возможность, дайте ему отстояться несколько часов. И делим бисквит на три коржа. Получается вот такой вот. Посмотрите, какой он пористый и воздушный. Очень желтенький. И очень красивый, просто очень нежненький. Уже сам по себе его можно кушать и подавать к чаю. Два из трех коржей, верхние, мы будем разрезать на кубики. Собственно, как на тортик пинчер. Кубики порядка 2-3 сантиметров должны у вас получиться по размеру. Просто беру два коржа вместе и вот так вот режу их. Ножом пилой очень хорошо режется. Нижний коржик у нас пойдет за основание. Посмотрите, какой воздушный и легкий бисквитик у нас получается. Для крема можно взять либо отвешенную сметану, либо просто сметану выше 20% жирности. Взбиваем ее с сахаром. Добавив можно немножечко ванильного сахара. Полностью до растворения сахара взбиваем. Либо обычным миксером, либо в кухонной машине, как уже вам удобно. После того, как сахар у нас растворился, добавляем сюда сгущенное молоко, которое светлое, которое у нас не вареное. И еще раз немножко взбить. Теперь уже нужно взять какую-то форму. У меня это вот такая вот большая тарелка стеклянная. Просто смотрите, чтобы вас устраивал объем вашего снежка. У вас все, собственно, влезло. Окунаю в крем бисквитные кубики и выкладываю их в тарелку. После первого и третьего слоя я еще выкладывала небольшие кусочки ананаса. Также сразу возьму немножечко на нижний корж крема. И пускай он у нас чуть-чуть пропитается до того, как мы его будем приспосабливать. И вот так вот, вы видите, я слегка иногда пересыпаю ананасовыми кубиками. Теперь уже дело за нижним ярусом, которым мы накрываем сверху. Слегка придавливаем для того, чтобы убрать лишний воздух. Можем немножечко пропитать сметанным кремом и нижний ярус, для того, чтобы он получился не сухой. Затем накрываем пленкой. Либо здесь у меня разрезанный пакет, он лучше, удобнее достается потом с тарелки. И отправляем в холод, лучше всего на всю ночь. Для верха мы можем приготовить крем из сливок и сливочного сыра, для чего мы взбиваем сливки с сахарной пудрой. Затем добавляем сливочный сыр и перемешиваем до однородного состояния. А можно пойти еще более простым путем и к сметанному крему, который у нас может остаться после самого тортика, добавить чуть-чуть загустителя сливок и еще раз взбить. И у вас тоже получится такой же густой крем, очень вкусный, которым можно будет обмазать тортик сверху. Ну а у меня это вот такой вот крем с сливочным сыром, очень стабильный, очень легкий тоже в приготовлении. Просто сливки взбитые со сливочным сыром и с сахарной пудрой, здесь ничего сложного вообще нет. Вот такой вот он очень стабильный. И этим кремом нужно будет перемазать тортик сверху. Тортик у меня постоял всю ночь на холоде. Очень удобно такой тортик приготовить на Новый год, потому что его можно приготовить еще 30-го числа. От 31-го просто только обмазать и ждать уже вечера. Переворачиваю тарелку. Если бы это была пленка, она бы чуть, мне кажется, пристала к самой тарелке. А вот именно с пакетом он выскакивает просто отлично. Вот такой вот тортик получился. Обмазываю его вокруг сливочным кремом. Или как нынче модно говорить, что это крем-чиз. Обмазываю здесь не принципиально, очень аккуратно, потому что сверху мы его присыпаем мелкой кокосовой стружкой. Именно она придаст вот такую вот красивую снежную оболочку, чтобы он казался очень легким и воздушным. Посмотрите, какой снежок у нас красивый получился. Он такой кругленький, такой очень красивый. И его прям сразу хочется разрезать именно зимой. Мне кажется, зимой это прекрасный тортик. Очень красивый и очень воздушный. Готовится он очень просто. Если вдруг вам что-то непонятно, обязательно спрашивайте в комментариях. Я всем все подскажу. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.